Слушаю, я, естественно, как поэт, слушаю, естественно, короче, слова. Я еще и великолепно ломан, я его обожаю. Я никогда его не слушала, когда я его не слушала, когда я все еще не слушала. Поэтому, конечно, для меня это все очень интересно. Кого я отметила? Ну, я не могу даже отметить того, кто мне действительно не понравился. То есть, как парень Слава Дмитриев, наверное, сегодня такие вот люди становятся меньше и меньше, потому что я в первый раз только участвую в предприятии, и всегда все будет замечательно. Какие-то акценты у меня на каждого исполнителя абсолютно помоги-то своей акцентами. Все достаточно неординарные, все достаточно самобыточные в своем творчестве. Все, естественно, нет никаких людей, которые повторяют, естественно, все люди абсолютно и сталантливые, у меня главный человек, это душа, его глубина, какие-то мысли, естественно, я не заполнила, естественно, как и все мои стихи. Песни я тоже люблю слушать, переслушиваю, я хочу скопаться, проводить их через себя. Конечно, мне хочется все переслушиваться, теперь если все в комплексе, тогда я переслушиваю кого-то в записи, мне приятно вот сюда узнать много, так что я никому даже не знаю, что не пора. И очень иногда жалко, что когда какую-то песню слушаешь, находишь человека в каком-то творчестве, где-то я не знаю, какие-то стакты могу найти, и не находишь той песни, которая тебе понравилась, а тебе хочется уже слушать, слушать, слушать. Это очень жаль. Я это всегда очень жаль, потому что я понимаю, что возможности не у каждого сейчас есть, не записать песни. Я очень жаль, что нет каких-то возможностей людей, кто-то на талантливый. То есть возможно писать так, как хочешь. Лучше не записать. Ну да, ну а людям хочется слушать, и слушать, что-то не думала, кто-то... Кто-нибудь вам именно особенно ярко понравился? Не запомнилтесь, эта прокладка прекрасна, совершенно сроки с Роллин-Стумберсом. Саша, ты спорю. Да, кстати, вот она мне очень... Ну, Константин, я бы вас сомневаюсь. Здравствуйте, если человек все так сколкал. Я просто от оправдания могу сказать, что я тут как раз вчера был на, собственно, в Москово-рагио-пуне, и там, собственно, я слушал слово Муракаджану, то есть такая музыка даже быстрая, подвижная, поэтому у меня все время эти все ритмы уголовные письма, я хотел бы быстрее, быстрее, быстрее стать комкулосом, как бы проглатывать. То есть она посылы не чувствует, когда все это не так качественно. Многие все сказали, что хотели. Ну, наверное. Криняй, банк забыл. Вот, собственно, супруг надежды. Второй раз приезжаем сюда, второй раз меня честно поражают присутствующие здесь люди. Вот, большинство людей же, второй раз вижу. Вот, новые. Интересно. Чувствуется подача эмоций. То есть если от человека эмоция идет, талант есть. Что-то, какое-то зерно существует, соответственно, если его правильно поливать, правильно обрабатывать, прорастет, даст плоды. И то, что, собственно, я так понимаю, то, что каждый от себя, наверное, и хочет получить. К некоторым, конечно, есть небольшие замечания, пожелания. Я просто сам как бы музыкант, но по формату я не знаю, что я опять же их вписываюсь. Попытаемся что-то делать свое. Вот, в следующей встрече постараюсь, ну, может быть, в акустике что-то пару песен показать, да. Два вопроса есть такие, во всем присутствующим. Первый, собственно, есть ли у кого-то секреты или способы, как сделать так, чтобы текст не забывать, свои песни, свой текст, не забывать вводение песни, не сбиваться. У меня, на самом деле, у меня я по себе очень хорошо. Здесь очень просто, стинг, выступая со шпаргалки, стинг, он ставит перед собой фибритер и их ставит. У меня просто ребята вдруг готовы к уже, не знаю, кушать, сбить сильно. Записываешь себя на диктатон, просто едешь и здесь слушаешь, походу слушаешь, слушаешь, слушаешь. Там подсказание входит. Переслушивал уже, я не знаю, просто додвигать. Еще, я не знаю, я думаю, как на концерт ставить фибритер с текстами и вот, как бы, ну, вот, увидит это. Это нормально, да. Это нормально, да. Это не то, что я обращаю внимание на те места, в которых я забываю. И, собственно, может быть, но есть просто места, где каждое следующее слово, оно вытекает из предыдущего, логически выводится. Есть места, где оно как-то вот, как скачок делает, да. Вот надо как раз вот эти скачки обратить внимание, потому что, как бы, песню заучиваю все подряд, сначала до конца, но в ней есть, есть вот какие-то более существенные места, которые, на которые надо обратить внимание, остальные как-то кофе запомнится. Вот просто надо, мне кажется, да. Вот у меня были разницы, у меня был спуток. Извините, я просто вспомнил, я, ну, как художник просто, я художник могу сказать, вот, когда пишешь текст от руки, у меня это тоже, ну, лично мне помогает, да? Вот ты его пишешь от руки и ты запоминаешь, как он выглядит. То есть ты, ну, где-то, не знаю, там, в тетрадке или на листе написал, ты просто помнишь его. Да, визуально, как в картинке, то есть, ну, твоим почерком, да, забыл и вспомнил, что вот над этим блоком идут вот эти блоки, похоже, там, на окошки домов или еще на что-то, то есть, ну, прописали. У меня просто был способ, в школе я когда учился, да, учил там какие-то стихи, ну, что-то, все знают, о чем я говорю, вот, у меня был способ такой, что я вот на каждую строчку подбирал себе какую-то мысленную визуализацию, значит, этого всего, и вот у меня, значит, какие-то картинки перетекали, и все это вот запоминалось очень легко. Не канает этот фокус со своими стихами. Вот не идет и все. Ну, не визуализация, а именно просто как они выглядят, эти слова визуально. Ты как будто, давай, потом видишь картинку, вот этот лист, и я ему просто всплываю. Тысячу раз уже пробовал. Белис, нужно очень долго быть художником. Да, да, надо будет художником. Какие замечания, собственно, относительно, например, вот вокальных данных, то есть некоторым, вот, Костеру, например, Константину, да, вот, нужно немножечко, конечно, указать на вокал, и на, вот, немножко сконцентрироваться на игре, потому что, ну, все эти вот несостыковочки в пальцах, правая-левая рука синхронизацией друг с другом, и голос, то есть как-то это все вот немножко расходится, и дает немного неверное представление, потому что со стороны видно, что эмоция, она идет, талант, он есть, то есть вот, чувства идут из этой песни, но они не, вот, в нужных местах они не подчеркиваются, ну, те, кто музыканты, те поймут, какие-то акценты нужно, вот, исполнителю расставлять в песне, где-то подчеркнуть, где-то, вот, какие-то интервалы делать, что-то, что-то как-то. Чувствую связь с эффектом микрофона, когда свой голос слышит микрофон, и совершенно не так звучит, и, соответственно, если опыта в этом деле мало, то есть позвучка, именно с позвучкой. Если проблема в подзвучке, то как бы стараться чаще делать подзвучку, даже дома, там, через тот же гонбик, но использовать микрофон, гитару, подзвучка. Подзвучка полезна тем, что огрехи очень многие, не надо акцентироваться на себя. Вот, еще полезный момент, можно просто через компьютер, через диктофон, на телефон записывать запись, вот, акустическая, вот, точно так, все поставил, записал и отслушал, что получается. Тогда очень хорошо вылезают все вот эти вот кривости, неровности наружу. Вот, молодой человек порадовал сегодня. Я, честно, не ожидал, такой вот есть слой орех, свой изюм, и вот каждый человек является таким, да, если представить, что он фильтр, да, и через себя вот информацию поступающую из меня, там, уши, рот, глаза, все прочее. Вот, не знаю, при прослушивании вот не остается каких-то больших таких грузных камней или мха грязного, неприятного, то есть все это вот как-то трансформироваться, остается исключительно позитив, и, собственно, к остальным все это точно так же относится. — Можно яруду кость сейчас? Я могу описать это просто с голосом. Вот, но в данном случае, в вашем случае учить один, тридцать пять, тридцать пять, И вот в разных комбинациях, ну скажем, под тригоном возьмите, в вашем случае это вообще придет. А для ритмики игры на гитаре лучше попробовать, опять же, что-то такое, спаньола, ритмичное. Нет, нет, просто метроном. Еще второй вопрос, не относящийся к сегодняшнему. Прозвучало предложение, значит, перебираться на природу. Собственно, по этому поводу есть такое предложение. Есть человек с аппаратом, с генератором, который занимается open-air. То есть можно прям всем сирком выбираться на природу без проблем и отписать свое удовольствие с хорошим звуком, в том числе и с записью. Да, это район севера. Ну, это уже как бы запомнилась, но я, конечно, в вашем случае, больше, когда был, девяносто, девяносто. Воспользоваться этой возможностью или нет? Еще что, было бы очень приятно все это слушать на природе, когда хорошая песенка, подчеркивается, там еще где-нибудь синичка с веточки, солнышко, та же вода. Это очень поэтично, но я тебя пойму, Костя. Мне тоже сегодня очень понравилось. Давайте чуть-чуть только это вот, не расползаться. Да, ни за кого не было обидно, кроме себя. Все все замечательно. Замечательно, Богдан, я вас, кажется, года два назад слышал. Да, в Нижних Дневниках был такой фестиваль. Нижних, да. Ну да. Это было два года назад. Что было? Да, я вас там слышал точно. И вот вы его как-то выросли с этой работой, мне это как-то больше впечатлило. Сергей тоже вот мне сегодня все же вот эти песни понравились больше, чем обычно. Замечательно. Самая удачная песня про Александра, четвертая была. Да, никого нет. Не то чтобы запомнилась, но понравилась ей, понравилась больше всего. Надежда, какое-то стихотворение второй или третий, с конца. Там как-то очень интересно было с ритмами ритмов. И вот казалось, что даже из этого бы хорошая, интересная бы песня получилась. Да, да, да. Было заметно, что там такая вот ритмика и рифмотка вот как-то необычно сделана, что на слух это воспринимать сложно, а песня будет получилась от этого красивого. Костя, очень классно. Мне и первый понравился сет, хотя я тоже сначала не понял, что там происходит. Но второй это вообще гениально. И вот я хочу как-то вот вопреки всем сказать, мне нравится, что ты не попадаешь в ноту. Почему? Не могу это объяснить. Это на уровне ощущений как-то, да, вот это твоя фишка, что ли? То есть, если научишься попадать в ноту, это хорошо. Но и сейчас это неплохо совсем. Мне это ничего не спорит. И последним там песням, где со стола там все-таки падают. Это вообще мурашки-то похвачиваются. Вот. Надя, да, конечно? Кислота густовских, не августовских, а густовских яблок это очень классно. Вот. Это вот то, что въелось. Это, честно говоря, банально это есть. Ну, пускай это банально, я просто говорю о том, что мне въедаются. Яркие, опять же, точки. Вот. Высочанский, Саша, да? Саша, пожалуйста. У тебя уже какая-то своя фишка, фишка, да? Ты не дотеваешь песню, и это тоже прикольно. В этом что-то есть. Надо подумать над этим, чтобы это поставить. Ну, важно, что я начал пробовать, что я начал петь. Да, вот. Ну, вообще, приятно. Все вместе как-то приятно. Хочется вот под этим тоже сидеть вот так вот. Парабан. Парень, я за уважение. Женя. Вот, мы, как бы, с тобой играли вместе. Сад получился. Да, получилось прикольно. Мне трудно сказать о музыке, потому что я был внутри, как бы. И изнутри это было очень кайфово, мне нравится. То есть я начинаю там куда-то уходить, куда-то тереть, и начинаю. Вот, тебе за это спасибо. Про текст, я ничего не могу сказать, я их не слышу. Вася, да? Это сильно. Не помню, я что-то смутило. А, у меня только вначале смутило, для меня лично не совсем приятная ассоциация с монетроем возникла. По голову. Вот не знаю, почему ты извинился. Я тоже, честно говоря. Вот. Но второе, как бы, второе, вот, круг развеялся это. Так. Кто тут сидел? Здесь, Аня. На ней играл. Юра, да? Ну, однозначно, ты ярко, силен, но мне не совсем понятно, как бы это выразить. Короче, ты ярко, силен, но не всегда это нужно. И не всем это нужно. То есть вот о чем педагог говорил, да? Ответственность там за то, что мы отдаем, это на самом деле очень серьезная вещь. Может быть, просто на разных уровнях люди по-разному воспринимают эту ответственность. И просто человек тоже музыка, можно либо лечить, либо там минимилировать, либо придавить, да. Тоже какая-то ассоциация с 7b у меня возникла, у меня совсем адекватная и неприятная. Но отдельная строчка, это гениально просто. Там что-то у тебя было. Короче, ты уделяешь что-то. Это однозначно, да? Наверное, не просто так классно, 5000 контактов. Идеально. Вот. Ну, ощущение такое, как бы, в паладинчике, да? Но при этом я тебя запомнил. Это уже немоважно, как там, для развития. Тебе, наверное, все... Спасибо. Вот. Тебя? Александр. Александр, да? Ну, сказка, это здорово в конце. Остальные я тоже песни почти не слышал, потому что играть вместе. Но мне опять нравится вот этот регги, это все, это классно. Вот у нас в группе перкуссионисты. Фанаты там Боба Марга. Жалко его сегодня было. Тоже прогрел. Вот. Ну, здорово чувствовать. Ты такой, как голуба выходишь, да? Такой спокойный. Как бы так... Придавил стул, придавил гитару, микрофон. Ну, так вот. Он еще выходит, как гитару, наверное, взял как. Да. Да, немножко так на другой напоминает. И это приятно почему-то, мне нравится. Сейчас я сыграю. Вышел медведь, да. И никто, в общем-то, не уйдет, потому что вышел медведь. Вот. Сергей. Сергей. Извините, я у всех это не напомню. Сразу попробую запомню. Тоже здорово. Разные песни. Приятно, что они разные. Но ты там турок начинаешь делать. Что-то. Стараюсь разными, на самом деле. Да. Тоже меня что-то там цепляло. Где-нибудь. Может, какая-то пафосность, если мне это показалось. Но это может быть все уйти на ощущение. Вот. А теперь хочу сказать в целом, что сегодня для меня было самое приятное со-творчество из тех, на которых я присутствовал. Это было очень сильно, на самом деле. Мне приятно, что удается поджемить приятненько. Никому это вроде не втяга. Не живи-то так получилось. Да. Это здорово. И чем больше этого будет, тем лучше, конечно. Потому что это со-творчество. А не просто каждый. Там выходит, зажался, там поет, допустим. Или раскрылся, поет. А остальные сидят как за стенкой, да? Тут такое пространство камерное, которое позволяет именно со-творчеству. Наверное, не зря же со-творчеством. Варим. Да, всем спасибо. Как вас зовут и ваши впечатления? Меня зовут Саша. Я на этом событии первый раз. Очень впечатлила все. Сергей, Саша, Юра, Вася, Женя. Рекорд. Он сейчас. У него хорошая память. И Богдан. У всех тех, которые Богдан. Удивительно. Место. И... Жалко, что здесь так мало слушателей. Они еще придут в аппарат. Еще очнется. Ну, тогда я расскажу. Я, наверное, по кругу. Саша Беспалин, я просто его слышал. И, в принципе, он особо не отличается от тех выступлений, которые были. Поэтому для меня я не могу тут отметить, кроме сказки. Сказка это был прикольный. Потому что, Юра, энергия есть, но действительно не совсем понятно, куда она направлена. То есть тебе нужно быть осторожным со своими энергиями, на мой взгляд. По поводу вокала, я, ну, твоего Юра, согласен с Сашей Высочанским, что есть спорные какие-то моменты в твоем вокале. Вот особенно высокие голоса, высокие ноты, которые ты там пытаешься, они придавленные такие. С одной стороны, это вроде похоже на фишку, с другой стороны, это похоже на недоработку, что человек еще свой голос не обкатал. И, скорее всего, я склоняюсь к второй версии, что ты его еще не обкатал. Так что ищи, и все будет. Вот энергия есть, ну, такая вот, что-то есть. Но для меня вот какого-то направления твоего, вот, как человека, я его вот особо не видел. Так что тебе еще нужно было найти его. Бог в помощь. Василий, классная игра, мне нравилось, как ты играешь. Вот, опять смущало то, что я тебе сказал с самого начала, что твоя манера исполнения очень сильно похожа на Алексея Штольева. То есть, так как я его слышал не раз, да, то меня это вот смущает, потому что я тебе реально, вот, у тебя свое впечатление, вот, что это, вот, закрываешь глаза, и у меня ощущение, что вот, он в Долею болит вообще. Он более тенористый такой, а ты чуть погрубел, погрубел, там, ниже болит. Да, да, да. Вот, а так, вот, музыкальная составляющая очень хорошо звучит, как сделано. Ну, стихи, просто для меня это сложные образы, я люблю простые, поэтому такие стихи, как у тебя, нужно читать, сказать, понятно, да, то есть вот так, как стихи. А вот, сходы я вообще не воспринимаю. То же самое, вот, Женя, то же самое, на мой взгляд, сложившийся у тебя уже совершенно стилистик, вот, на мой взгляд. И по вокалу, хороший вокал, хорошо играешь, звучишь, у тебя есть свое, вот, это какой-то, на мой взгляд, преджазованный немного такой, ну, это на мой взгляд, что-то такое. Вот, аккорды такие используют довольно часто, вот, поэтому для меня тоже какой-то сложившийся человек, вот, плюс, я тебе не могу ни с кем, ну, как бы, спутать. Вот, это хорошо. Саша, я знаю, да, он меня опять порадовал, гармонично звучит, замечательно. Учи песню и не забывай, я не знаю, как ты, что тебе там делать-то. Просто, на самом деле, я тоже, так как сказать, автор-испоставитель, я знаю, что человек, который выходит на сцену, он попадает в какое-то измененное состояние. Если ты репетировать можешь сколько угодно правильно, выходишь, вдруг у тебя просто вылетает еще, и ты тупишь, и ты не понимаешь вообще, что, а что тут играть-то? Ты, может быть, выйдешь потом, у меня будет такие случаи, что, просто буквально, ну, а какие аккорды-то я тут ставил? Я уже ее там играю, я там, пять лет, напишу, и не могу, все. Есть еще момент, как выходить из этого, да? На мой взгляд, есть выходы, которые, они классные. Иногда мне даже нравится, как человек ошибается и выходит из этого, если он хорошо выходит. Вот, а так вот, если не научишь, то есть мне твои басовые парки прямо, вот, как ты, здорово звучит музыкально. Вот, надежда, вот тоже запомнились какие-то стихи, да, но еще раз говорю, что чисто со стихами это сложнее. Вот мне есть. То есть, когда я первым слышу, я не могу объективно оценить вообще никак, поэтому ничего не могу сказать. Костя я тоже давно слышу, и для меня тоже, так как он поет, этот его стиль, на мой взгляд, если он начнет там правильно попадать, все, возможно, его очарование, обаяние пропадет на матч. Поэтому, у него есть очень интересные обороты, неожиданные, то есть, мне они вот как бы разворачивают голову реально. Оба, и как-то вот интересно его слушать. Поэтому, я не знаю, насколько ему нужно со своими недостатками, так называемые, да, то есть, ну, это надо понять внутреннее, что получится. Попробуй там советы людей, которые тебе сказали, ну, послушай, так и так, не знаю, как вы тут придумали. Вторая часть выступления, очень понравилась, про воду, водка воды, да, в том числе, например, как-то, если я до этого тебя слушал, ну, как-то мне, не помню, как-то, сыр, бы ты не доставал, вот последнее, ну, как-то просветлел, вот реально. То есть, я послушал, все получится. Все? Если кто-то еще хочет что-то сказать, похоже, я не взял на волну, но сейчас не прибыл, что увидимся, у нас просто... Вот, подождите, момент, один важный момент, уважаемые, слушайте. Всем спасибо. Есть такой момент, я сегодня же говорил, что те, кто ходит на концерты, не ходят на соотворчество, это терпит. Вот, у нас может быть реально просто больше зрители за то, что... Подождите, ну, мы сейчас дома ждем, мы их ждем. Вот, я хочу на это обратить внимание, что все приходят, когда они играют. Вот, и второй момент, мы контакты можем все это тоже обсуждать. Я в прошлый раз сказал, что очень важна обратная сеть. Почему она важна? Она важна для тех, кто сюда не пришел. Они смотрят, на самом деле. На самом деле, мы проверяем статистику. Если желание, напишите свои пищевые. Поэтому очень важно, если вы хотя бы напишите, это просто у СССР или строщик, это будет всем на пользу. Третий момент. Я уже предлагал эту идею дальше подбивать, то, что можно собираться здесь на неделе и репутировать не вот этот джем, да, он иногда почается, хорошо, позаранее. То есть, вот, для этого надо опять же, можно в контакте записаться, по-моему, какой-то пиздец, чтобы это уже выглядело как серийный. Вот. Ну, ладно. Ну, короче говоря, народ, обратите на это внимание. У нас есть такой инструмент, как интернет, и надо просто пользоваться. Вот, и не надо, и не надо. Вот. Мы всех ждем в пятницу, вы, может, приходите. И в июне у нас будет, наверное, место действия, сотворчество. А насчет ОКНР-а, ну, давайте, есть люди, которые готовы, которые готовы, и готовы, которые выращиваются. Такая некогда. у меня еще такой вопрос кто-нибудь может хотя бы немножечко помочь хотя бы нащупать